Морозовка поедет, да? Не, в Андреев. Он брат Морозов. Мы в Андреев. А ты маленький? Я с ним полежу в ту. Не, давай ты может сверху. Ты может сверху? И так, друзья, всем привет. К нам приехали по поросенка по породу дюрок кабанчика на племя Саня Новиков. Ну, многие из вас его знают. А кто не знает, я оставлю его канал, ссылку под видео и закреплю его комментарий вверху. Кому интересно, подписывайтесь на его канал, смотрите. Будем разводиться водолазскими поросятами тоже. Дюрками, да. Берет на племя, дай Бог, чтоб умножался, дай Бог, чтоб все у него получилось. И если что, у него ж покупать будете там его края, породу дюрок от моего хрячка. Это точно. Как дорога, Сань? Дорога вот, сделали, слава Богу. Я переживал раньше, но я здесь был, это город или что это? ПГТ. Это ПГТ. Я тут был, когда-то покупал машину, и была очень страшная дорога. А сейчас мы за час доехали. Хорошая дорога. Отлично, вообще сделали шикарно. Хе-хе-хе. Ну, дивись свою кабаню. Хочу посмотреть. Я еще, друзья, не хотел. Ух ты блин. Опа. Привет. Ребятня. Тут один. Ух ты. Диви, який классный. С яйками, а тебе покастрируют. А это этот мелкий. Аркаша. Аркашу будем кастрируть. Ну, наверное, тот с крупных, с этими твий, с яйцами. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас я погоняю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, все. Мы приготовились. И будем сейчас пробовать. А, ну, показывай. Аня, а я как-то на утро накормлю, чтобы мы ее пьем. Да, не хай, мне не шов. У меня машина. Я ж не дам. Ага. 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 Аркентин, ты тоже приедешь по своих двух свинок. Сниму тебе твоих двух свинок. Посмотри, какие они сейчас. Вот так. Ну, тут у меня мельники, получается, Аркаша, а то все кастрированные и свинки. Так что, свинки, твои в порядке. Жду тебя в субботу. Забирай. Вот лайфхак от бэушной мебели. Ящичек аккуратный. Так у меня, Саня, эти внутренние кормушки с таким материалом. Я знаю, я видел. И два года. Уже да, да. И служат. Да. Ему главное, чтобы он не мочился. А так это хороший материал. Да. Я шалевку и обрамировал. Понял. Я пресс сделал для тюков с такого. О. Да я видел, видел. Представ, там давление какое-то. Прессуешь, да. Санька вообще трудяга. И кукурузу сам собира на полях. И всякие выдумки, всякие комбайны кукурузники. Кулибин, да. Кулибин еще тот. Наш местный Кулибин с Харьковской области. Так что это ж тоже блогеры с Харьковской области, да. Недалеко, ну сколько от меня точно километров? У меня не работает этот спидометр. Ну, до Мерефы сколько от тебя? Двадцать. Двадцать. До Мерефы, до Змеева тоже где-то пятнадцать-двадцать. И от Змеева сорок до нас. Двадцать-трицать пять. Восемьдесят километров, грубо говоря, где-то. Да, семьдесят пять-восемь. А, тут чепуха, да. Ну далеко, тем более. Дорога хорошая. Час, ровно. Мы выехали без пяти десять. Без... Уже название водолага. Ага. Было без пяти одиннадцать. Ну, пока мы тут ждали, да. Если все вместе собрать, то полтора часа, да. Пока мы... Я заблудился еще, друзья. Ну, я не знаю местности ни разу здесь. Я один раз был, но я приехал на электричке, а назад на машине. Ну, Саня, сейчас я тебя проведу, как правильно выехать. Аж туда на трассу уже, на твою. И поедешь. Ну, до светофора. Мне главное, я понял, вот сейчас я выезжаю. Да я ж проведу. Ну, так еще лучше будет, друзья. Так что, друзья, подписывайтесь на его канал, кому интересно. Ссылка под видео, повторю еще. И закреплю его в комментариях. Смотрите, да. Поедем. Это трудяги, молодцы. И дай Бог, чтобы у них плодилось размножалось, и покупайте у них дюрку. Все будет нормально. Так, друзья, опять приехали по поросят, по дюрку одного заберуть на откорм. Откуда вы, что? Звалок мы. Как зовут? Дима. Андрей, Юра. Дима. Дима, а ты такой куришь, да? Забирают, тут от нас 25 км буквально, забирают одно поросинок. А как вы узнали, что у меня есть поросинок? По видео все. По видео? Да. А, это ты дивишься, да? Да, да, дивимся. Ну, он не дивится, кто купляет. Да. Мы ее давно держали и решили трошки подержать тоже. Короче, решил я, друзья, своего отдать без записи тех, что я кастрировал для себя на мясо. И я отдам человеку. Ну просил, надо ему на откорм продам одного. Вот так. Будем выгружать, будем выбирать. Так, кто будет снимать? Нам будет снимать. Не тряси просто так. Сильно не ешь. Спасибо большое, что выбираете, а я тебе его возьму. Закрывай, закрывай. Закрыть, да, на это, на защелку. Закрывай. Ну давай. Давай дейди наоборот. Вот так. não держи мешок. Держи мешок, а я привыкну. Я в багажник себе, ребята. Я не могу, как сидеть. Дырочки подъем. Дырать спиночку я уже беру, сейчас вы задыхнуете. Открывай багажник. Базарнамка взяла, блин. А воно там нема ніхто. Раньше 90-х людей в багажниках грузили, а у 20-х свиней возим. Давай носик сюда. Одно, чтоб він витягнув. Пяточка. Вот ты моя свадочка. Чути, а у вас нема завязки? Я думаю, что мы ничего не сделаем правильно. Мы же ничего не сделаем. Не, не, ось просто взять. Чтобы не побить на багажнице. Ага. Ну побежите. Сейчас я пробую. Сейчас я пробую. Ага. Правильно. До переживания закрывать. Сейчас проволочкой. Да, да. Просу. Так, друзья, вот мы отрезали 90 градусов, а сейчас поменяем угол на 45 градусов. А потом позже я расскажу, к чему я это все веду. А, тут меняется, да? Да. А мы отдельно зажим, пожалуйста, сюда. А, вот ты. Это уже 45 градусов, да? А вот 45. Вот так. Друзья, к чему мы это все ведем? Смотрите, это тот же человек, который делает крупоружки, который мне делал крупоружку, также Алексею моему знакомому. И этот человек сам сделал станок торцевой, торцовку. Торцовка с вот таким вот диском. И он хочет продать полностью весь станок со станиной и также станочек, чтобы затачивать диск по металлу, который режет металл. Вот, вот это маятниковая пила, ну, торцовка в народе, или маятниковая. Двадцать пять тысяч гривен. Это этот весь станок со станиной и станочек для заточки. Может, кому-то из вас интересно, человек рукастый, делает все на совесть, добросовестно. Ну, и защита еще, да. Добросовестно, то есть, это не так, что не Шерпотреб с Китая или с Алиэкспресса станок. Это настоящий серьезный станок. Он этих денег стоит. Поэтому, кому надо, я номер телефона оставлю его под видео. Зайдете, наберете, кому надо, за двадцать пять тысяч. Ну, торгуйтесь, конечно, не без этого. Ну, то уже сами разговаривайте. Я так предварительную цену назвал цифру, а вы уже там по конкретике сами уже решайте. Вот так все сделано. Двигатель тут, получается, полтора киловатта. Да, Фин? Три тысячи оборотов. Три тысячи оборотов. Ну, точно такой, как на крупоружке. Ну, тут, конечно, все добротно, на совесть. Это не так, что. Кому там, допустим, надо в цех или там на предприятие какое-нибудь, это вообще милое дело. Я бы себе его купил, но для меня это дорого на данный момент. Я и так выжат с этим сараем, с стройками. Но себе я тоже планирую, но в будущем когда-то возьму. Поэтому, друзья, кому надо, номер телефона под видео, заходим, звоним, договариваемся, приезжаем, забираем. Я вам говорю, и я вам рекомендую. Это не Китай. Это то, что вы купите и будете радоваться все время. Поэтому, как я всегда говорю, если хорошее дело, рекомендую. И также, друзья, маленькая вставочка. Такая точно крупоружка, как у меня. Что я показывал, обзор на нее, тоже типа с такой станиной. Он отдаст, у него есть две штуки в наличии, по 7000 гривен. Кому надо, звоните прямо сейчас. По 7000, это вообще за копейки. Вы китайскую купите, минимум за 5, за 5,5 более-менее нормально. А этот человек делает сам по 7000 гривен. Две есть в наличии. Тоже звоним по этому номеру и забираем крупоружки. Я вам говорю, вы не пожалеете, крупоружки хорошие. Это человек сам делает вот на этом станку соединую. Рукастый человек, не то что там. Все по совести. Так что крупоружки и станок забираем, кому интересно. Вместо этого круга ставить обычный абразивный. Ну, типа как на болгарке, только большой. Но надо будет поменять шкив. Шкив меняйте путем замены шкивка. Вы можете ставить обычный круг. Ну, вообще этот круг хороший. Подтачивать его и будет хороший. Смотрите, тут регулировки какие-то. Вот это все. И, кстати, передвижной на колесах. Можно там переехать по цеху. Там кому уже как угодно. То есть тут вес сам по себе даже получается приличный. Не такой что. Если ехать забирать, то надо на прицепе или на микроавтобусе. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Открою. Продолжение следует...